Омнамо Бхагавате Васудэвая, Омнамо Бхагавате Васудэвая, Омнамо Бхагавате Васудэвая, Шримад Бхагаватам, первая песнь, первый этап творения, пятая глава беседы Нарды, свеса Дэвэй, текст девятнадцатый. Литературный перевод и комментарий его божественной милости Абайчара, Наравинды, Бхактигдаанте, с вами Шримад Бхагавате, Шримад Бхагавате, Киджай. Мой дорогой Вяса, даже если преданный Господа Кришны порой падает, он, безусловно, не живет в материальном мире, как другие люди, занятые кармической деятельностью и так далее. Потому что человек, однажды ощутивший сладость лотосных стоп Господа, не может заниматься ничем другим, кроме как вновь и вновь вспоминать это экстатическое ощущение. У преданного Господа сам собой пропадает интерес к прелестям материального бытия. Потому что он раса гроха, тот, кто вкусил сладость лотосных стоп Господа Кришны. Безусловно, есть много примеров того, как преданные Господа из-за неблагоприятного общения сходили с пути преданного служения, подобно людям, занятым кармической деятельностью, которые всегда склонны к деградации. Харе Кришна, который всегда склонны к деградации. Но даже на падшего преданного никогда не следует смотреть, как на падшего карми. Карми страдает от последствий своей кармической деятельности, а преданного, чтобы исправить его, наказывает сам Господь. Страдание сироты и страдание любимого сына царя далеко не одно и то же. Сирота действительно жалок, потому что у него нет никого, кто бы о нем позаботился. А любимый сын богатого человек всегда находится под опекой своего влиятельного отца, хотя и может показаться, что в одинаковом положении с сиротой. Из-за дурного общения преданные Господа иногда подражают людям, занятым кармической деятельностью. Эти люди хотят господствовать над материальным миром. Подобно этому преданный неофит по глупости рассчитывает в обмен на свое преданное служение приобрести какое-либо материальное влияние. Иногда Господь Сам ставит такого глупого преданного в затруднительное положение. Проявив к нему особую благосклонность, Господь может отобрать у него все его материальные имущества. И в результате от такого заблудшего преданного отворачиваются все его друзья и родственники. Тогда он по милости Господа вновь приходит в себя и снова обращается к преданному служению. Бхагавадгите также говорится, что такому падшему преданному дается возможность родиться в семье квалифицированных браманов или богатых коммерсантов, преданный, оказавшийся в таком положении, не так удачлив, как тот, кто наказан Господом и поставлен им в положение кажущейся беспомощности. Преданный, ставший по воле Господа совершенно беспомощным, более удачлив, чем тот, кто рождается в хорошей семье. Эти падшие преданные, родившиеся в хорошей семье, могут забыть о лотосных стопах Господа, потому что им повезло меньше. Преданному, которого покинули все, выпало больше удачи, ибо он, осознав свою полную беспомощность, быстрее возвращается к лотосным стопам Господа. Чистое преданное служение приносит такое духовное наслаждение, что преданные непроизвольно утрачивают интерес к материальным удовольствиям. Это признак совершенства, достигнутого в преданном служении. Чистый преданный постоянно помнит о лотосных стопах Господа Кришны, и даже богатство всех трех миров не в силах заставить его хоть на миг забыть о Господе. Омагян Тимирандася, Генанджана Шалакая Чакшур, Умиритам Янатасмай Шри Гуравейнамага. Шри Чайтанья Многпиштам Стапитан, Енабута Лесвая Рупакадама, Генда Датисва Падантикам, Ванча Калпата Рубежчакри Пасинбе Эвача, Патитанам Паванабьёвайшнавабьёвнаму намага. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабуни Тянанда, Шри Адвайтрададхара Шри Васлигоура Бактавринда. Хри Кришна, Хри Кришна, 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 Хри Рама, Хри Рама, 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 Хри Хри. Итак, в этой пятой главе первой песни Багаватам Нарада даёт Весадеве наставление по Шримадбагаватам. И Весадева интересовался, его интересовала в чём же причина. Он дал человечеству веды, поделённые на четыре части, на четыре раздела. Он дал человечеству веды. Почему же, дав это знание, богооткровенное знание, он не чувствовал полного удовлетворения и пришёл на Радамуни, и мы можем видеть, вот у нас есть Багаватгита, Багаватгита, и здесь у нас есть страница, где перечислено Шри Гуру Парампара, то есть личности, которые входят в цепь ученической преемственности. И здесь, в этом списке, вот тут, вот он этот список, здесь Нарада идёт под номером три Нарада Муни, а Весадева под номером четыре. Из этого очевидным образом следует, что Весадева занимает ученическое положение по отношению к Нараде Муни. Нарада Муни объясняет ему причину его неудовлетворённости. Он объясняет ему, что причина неудовлетворённости заключается в том, что в будущем люди будут пользоваться этой всей ведической мудростью, всеми этими ведами для того, чтобы оправдывать просто свой обычный материалистический, не богоцентрический материалистический образ жизни. оккультуренный, облагороженный ведами, но, тем не менее, всё равно для себя и для своих чувств. И поскольку Господь находится в сердце каждого живого существа, Он, собственно говоря, и сообщает живому существу, каждому живому существу, вот это ощущение удовлетворённости или неудовлетворённости от осуществлённых действий. То есть, приводится простая аналогия, известная аналогия с деревом, с поливом корня дерева. Мы поливаем корень дерева, и в результате напитываются живительной влагой, минералами и всем необходимым ветви, листья и так далее на этом дереве. И вот эта аналогия означает, корень этого дерева – это Кришна, Он – корень мироздания, Он – Ахам Сарваси Прабаво, Матах Сарвам Прабар Татэ, из него исходят все миры материальные и духовные. И вот удовлетворённость самого живого существа, внутренняя, достаточно сильно зависит от того, а удовлетворён ли Господь, который находится в его сердце, удовлетворён ли Он. Тут есть эта тесная взаимосвязь. И также удовлетворён ли Гуру, как представитель Господа. Я себя просадат Боговат Просаду, я себя просадат наготив к утопе, что означает, что при наличии благословений духовного учителя удача гарантирована на пути духовных начинаний. А если этих благословений нету, тогда всё обречено на провал. И также это сопровождается вот этой внутренней неудовлетворённостью, когда ученик вдруг решает, я буду что-то делать, то, что не соответствует этим наставлениям. Или даже идёт резко в разрез с наставлениями. Чему тут удивляться, если вдруг возникает это ощущение неудовлетворённости. Но иногда бывает, что эта неудовлетворённость возникает не из-за невыполнения, явного невыполнения наставления, а из-за того, что что-то было неучтено. И вот это именно та самая ситуация. И Весадевы интересуются в Нарадамуне, а в чём причина моей неудовлетворённости. И Нарадамуне раскрывает эту причину. Дальше он объясняет своему ученику могущество процесса Бхакти. И это в том числе то, о чём мы сейчас читаем, сегодняшний текст 19. И вот здесь, начиная с 11 текста этой главы, и дальше он объясняет, Нарадамуне объясняет, в чём заключается могущество Кришна-катхи. Кришна-катхи. О Весадева, то есть вот он объяснил в предыдущих текстах Нарадамуне, он объяснил преимущество Кришна-катхи, и теперь он объясняет Весадеве, что у него есть квалификация, что он может написать Бхагаватам, написать Амала-пурану. Амала-пурана означает беспримесная пурана или наичистейшая пурана. И что означает наичистейшая? Это означает, ачитэш-вапрабу не спим, это означает, это означает, что там только про чистое преданное служение. Там ничего в угоду своим чувствам, нашим чувствам. Тут только всё про Кришну, только про то, как Ему служить. В этом и заключается чистота. То есть, Веды, если брать весь комплекс ведической литературы, если брать весь комплекс ведической литературы, то там рассматриваются способы, как обрести Дарму, Артху, Каму, Мокшу, то есть, как быть благочестивым религиозным человеком, как удовлетворять свои чувства, как быть богатым, состоятельным, как обрести освобождение, причём не обязательно личностное. Ведические писания дают множество различных рецептов, как к этому можно прийти. А чё ты, что я пробую, лучше выключи камеру, если спишь, просто выключи камеру. Зачем нам на это смотреть? Спасибо. Харе Кришна, простите, пожалуйста, а чё ты всегда так слушаешь с закрытыми глазами? Это его такая личная особенность. Меня это несколько беспокоит. Беспокоит меня это. Харе Кришна, спасибо, спасибо Матаджи за подсказку. Спасибо. Теперь я лучше стал его понимать. Так. Харе Кришна, мои поклоны, примите, пожалуйста. А вы примите мои поклоны, пожалуйста. Примите мои поклоны. Я хочу сразу извиниться, я не могу включить камеру, потому что я в дороге, я еду на Сыкулю, и в маршрутке мне не очень удобно говорить. Понятно. Слушай, слушай. Понятно. Удачно вам доехать до Сыкуля. Харе Кришна. Спасибо. Пожалуйста. Так, ну и кто напомнит, о чём мы говорили? На чём мы остановились? Матаджи, вы не помните, на чём мы остановились? А? Кто помнит, на чём мы остановились? Амала Пурана. Да. Амала Пурана. Совершенно верно. Беспримесная Пурана. То есть, она только про чистое, преданное служение. Там больше ничего другого не описывается. В Бхагаватане. Ну, после этого ещё что там, ещё какие-то вещи говорили. Хорошо. Ладно. Значит, поэтому, не только, не только, не только, мало Пурана. Мы потом говорили о том, что Веды, они много чего предлагают. И дарма, и артха, и кама, и мокша. Сейчас мы доедем до... Вот он тебя остановился. Да, сейчас мы доедем до Иссыкуля. Сейчас мы доедем до чистой преданности. Сейчас у нас всё дойдёт до сути, до темы. Сейчас мы доедем. Главное, вы нас не сбиваете больше никогда, ладно? Хорошо. Мы в процессе. Мы в процессе. Значит, то есть, смотрите, иногда, иногда, мы когда говорим про Искон, да, и мы иногда пишем, добро пожаловать в центр ведической культуры. Ведической культуры. То есть, но это не совсем равнозначные понятия. Вайшнавский храм и ведическая культура, центр ведической культуры, это неравнозначные понятия, потому что ведическая культура включает в себя гораздо больше много всего. Она включает в себя очень много всего. И того, что может приблизить Кришне, и того, что, и причём в основном того, что позволяет облагородить и оккультурить вот эту жизнь в материальном мире, но при этом не ставя перед собой цель эту жизнь в материальном мире закончить и перейти в духовную реальность. И вот большая часть ведической литературы, то, что дал вес Адева в форме вед, поделённых на четыре части, она не про Бхакти, она не про то, чтобы вернуться к Кришне. Она про разные сферы человеческой жизни. Есть также уповеды, есть джиоти-шведы, есть ведическая астрология, есть аюрведы, есть васту, много чего есть. но вот эта глава очень поучительная, потому что это всё, конечно, здорово, и это знание практическое, им можно пользоваться, но оно не даёт глубинного удовлетворения человеку. И Весадева озадачился, в чём дело, такая большая проделанная работа, удовлетворения нет. Мы тоже в жизни ожидаем обычно, что когда сделал какое-то значимое дело, серьёзное, большое, то, наверное, должно быть какое-то удовлетворение. А оно вот раз и не пришло, и ему стало интересно, в чём причина. И оказалось, что пока что на данный момент Весадева ещё ничего не сделал для того, чтобы дать человечеству вот эту Амала Пурану, дать Бхагаватам, который может их вернуть к Кришне. А именно это и угодно Господу, который находится в сердце каждого живого существа. Вот то, что работает на желание Господа, который находится в сердце каждого живого существа, вот оно как раз и даёт человеку, даёт преданному это вот глубинное духовное удовлетворение. Поэтому те, кто хотят истинного счастья, они принимают духовных учителей. Сейчас мы попробуем этот текст вам показать. Это из 11 песни Бхагава, там текст, и по-моему, его номер 11 3 21. Сейчас мы проверим, так это или нет. Вот именно это именно так. 11 3 21. Это, кстати, пересекается с темой, о которой мы говорили вчера вечером в храме. Тасмат гурум пропади таджи гья сух шрея утомам шабде парича нишна там в романе паша машрая. Любой человек, который всерьёз стремится к подлинному счастью. Такое начало текста. То есть это исходит из той предпосылки, что материальный мир счастья не даёт. То есть подлинное счастье, а то то счастье, которое имеет духовную природу. Любой человек, который всерьёз стремится к подлинному счастью, должен отыскать истинного духовного учителя и принять его покровительство, получив у него посвящение. Истинным гуру является тот, кто, размышляя на Писании, понял их выводы и способен убедить других в истинности этих выводов. Таких великих личностей, которые, отбросив все материальные соображения, избрали своим прибежищем Верховного Господа, следует считать истинными духовными учителями. Вот одна из важных характеристик гуру, это то, что он отбрасывает все материальные соображения, или на санскрите это соответствует слову упаша машраем. Упаша машраем или в пословном переводе это означает упаша машраем означает утвердившийся в отречении от материальной деятельности. И за счет чего это происходит? За счет того, что они, духовные учители, постигли эту духовную глубину океана Бхакти, о котором мы говорили вчера вечером. И именно их Шрила Рупа Госвами, вот здесь в Нектаре Преданности мы читали самое начало видения, именно их он сравнивает с акулами, с акулами, которые любят плавать в этом океане, и которых не интересуют реки освобождения так называемые. Их не интересуют какие-то посторонние процессы, посторонние практики. Их интересуют только Бхакти. И вот точно так же Весадеве очень повезло, что Нарада Муни его Весадевы гуру, и он безраздельно предан вот этому процессу Бхакти, и он дает прямое наставление Весадеве. Он говорит ему, сейчас мы вернемся обратно к этому тексту, он говорит ему, о Весадева, твое видение совершенно, твоя добрая слава безупречна, ты тверд в своих обетах и правдив, поэтому ты способен размышлять обыгры Господа в трансе ради освобождения обычных людей из материального рабства. То есть он дает ему миссию. Он дает ему миссию. Шримад Бхагаватам это вот так называемая беспричинная милость Весадевы, литературного воплощения Верховной Личности Бога. Мы говорили вчера о том, что такое беспричинная милость. Беспричинная милость это означает, что нету причины на стороне получателя. То есть получатель милости ничего специально такого не сделал, чтобы удостоиться получения этой милости. Причина все равно есть, то есть беспричинная милость она все-таки причинна, она содержит в себе причину, И причина заключается, она находится на стороне дающего. И в данном случае эта причина заключается в том, что Нарадамуни, Нарададев попросил или наставил Весадеву написать Багаватам, текст 16, «О добродетельный, ты должен описать трансцендентное деяние Верховного Господа, указав тем самым пути трансцендентного осознания людям, которые из-за своих материальных привязанностей находятся в худшем положении». И так далее. Теперь давайте мы вернемся к самому тексту и пройдемся по комментарию к этому тексту. Здесь, в самом тексте, Нарадамуни описывает Весадеве положение преданного Господа Кришны. Багаватам делает людей, делает живых существ преданными Господа Кришны. И в этом тексте говорится о том, какими они, живые существа, становятся благодаря этой духовной практике и какие качества они обретают. И здесь говорится в этом комментарии о том, что преданный находится у Верховного Господа на особым счету. Здесь приводится пример, что есть сирота и есть любимый сын богатого человека или любимый сын царя. И в чем разница? В чем различие? В том, что о сироте некому позаботиться? Некому позаботиться, во-первых, и никто не собирается заботиться, во-вторых. А у сына богатого человека есть эта забота и ему хорошо. Это называется, что он со-натха на санскрите называется. Со-натха – это означает, у него есть хозяин, у него есть господин. Натх – означает повелитель, господин, хозяин. Джаганатх – Господь Джаганатх. Джаганатх – означает повелитель вселенной, Джагат – материальный мир. Повелитель вот этой вот вселенной, Прахманды. Джаганатх – или Гопи-натх – это имя Кришны, это означает, что он повелитель Гопи. Или есть имя такое Бутанатх – это имя Господа Шивы. Бутанатх – Бут означает тонкая сущность, означает привидение. И вот те живые существа, которым не хватает благочестия, получить даже материальное тело, которые вынуждены скитаться в телах привидений, о них Господь Шива заботится и позволяет им духовно прогрессировать. И его называют, одно из имен Господа Шивы, Бутанадха. Надха означает повелитель. И это хорошо, когда живое существо осознает, что оно не само по себе. И само по себе. В каждой стране, в Индии, в Америке, в России, я думаю, что в Кыргызстане тоже, есть такие национальные праздники, называется День Независимости. День Независимости. То есть, каждая страна, каждое государство празднует, что вот мы независимые. И это там связано с каким-то особым днем, с принятием Конституции, еще что-то в этом духе, какой-нибудь закон, который утверждает эту независимость. Но эта независимость, вот в глубинном философском, гауди-вайшнавском смысле, она вообще не существует, эта независимость. Почему? Потому что живое существо, татастха-шакти, пограничная энергия, татастха-шакти, это означает независимости как таковой нет. Но есть свобода выбора между тем, зависимость в чем принять. То ли в духовной энергии принять эту зависимость, то ли в материальной энергии. Татастха-шакти означает пограничная энергия. Или татастха-тата, слово тата, это указывает на линию. Вот представьте себе, допустим, море, морское побережье, где-нибудь на пляже, морское или океанское побережье. И вот волна там накатывает и отходит, и снова накатывает, и снова отходит. И где-то посередине, между сушей и водой, прочерчена линия. И вот эта вот условная линия, она на санскрите называется тата, или некий водораздел. Некая линия, которая, условно говоря, отделяет сушу от воды, которая соответствует тому или иному водоему. И живое существо, оно не само по себе, оно принимает прибежище. Либо вода, либо суша, либо духовная энергия, либо материальная энергия. Как принять это прибежище? За счет это определяется тем, какие мы действия совершаем, что преобладает в нашей жизни. Что преобладает в нашей жизни? Какие действия? Какое сознание преобладает? Какая мотивация преобладает? То есть, если духовная практика, то сколько на эту духовную практику уходит времени? Насколько она регулярная? Насколько она качественная? Если материальная деятельность, то сколько на нее уходит времени? Насколько она забирает наше внимание? Насколько мы… Также принципиальный вопрос. Насколько мы свое счастье и смысл жизни связываем с тем или с другим? Со своими удачами на материальном поприще или со своими удачами и достижениями в духовной жизни? Вот от этого зависит. То есть, куда мы отдаем свое сердце? Вот от этого зависит. По факту этим определяется, где живое существо, где Джива приняла прибежище. В какой энергии? В духовной или в материальной? И этот путь Шаранагати или принятия прибежища включает в себя шесть элементов, которые проходят в курсе Бакта Программ, кстати говоря. И первые два из них, они достаточно известные и простые. Это принятие благоприятного для преданного служения, для развития преданности и отвержение неблагоприятного для преданного служения, отвержение неблагоприятного для Бакты. И вот насколько человек к этому серьезно относится, насколько он серьезно держится за эти два базовых принципа Шаранагати, принятия прибежища у Кришны. Вот от этого, собственно говоря, и достаточно сильно зависит, до какой степени будет в целом одухотворена его жизнь, его сознание. Ну и также принятие прибежища в материальной энергии означает, чем больше человек принимает того благоприятного, что его материально обуславливает, что способствует его материальной обусловленности, что способствует усилению в нем материальных вкусов и так далее. И чем решительнее он отвергает то, что связано с духовной жизнью, тем в большей степени он материалист человек. Бывают такие люди, которые, вот допустим, идет Харинама, идет воспевание святых имен Господа Кришны на улице, и бывают, встречаются такие люди, которые, прямо проходя мимо Харинамы, вот так вот закрывают, Ачиташвир Прабу может это подтвердить, тоже, наверное, видел много раз, закрывают вот так вот руками уши. Я не хочу это служить, не надо мне вот это вот, Харе Кришна, не надо мне этого всего. То есть, и это тоже выбор живого существа, где принять прибежище. Тот, кто встает на путь Бхакти, у него верховный надх, у него верховный повелитель. Это Кришна. Те, кто ищут прибежище в материальной энергии, их господа, это разного рода влиятельные люди мира сего. Как поет Гайвин Дадас в своем баджане Баджаху Рэймана, он там поет, «Бибхали Севену Крипана Дурджана, Чапала Сукха Лаба Лагири, ради Чапала Суки, ради мерцающего счастья, материального счастья, то есть, которое то оно есть, то его нету. Я служил скупым и порочным людям», говорит он. То есть, материальный мир, он, конечно, тоже дает людям разных начальников. И кому-то везет даже в этом смысле очень крупно. Кто-то, у кого-то могут быть знакомства с мэром, с губернатором, с президентом республики, с президентом той или иной страны, этой страны, той страны, какой-нибудь высокопоставленный министр, пожалуйста. То есть, если у человека в числе его начальников не только его начальник по работе, но еще какие-то VIP-персоны, это, конечно, открывает ему определенные двери в жизни. Но достаточно этому человеку, этому начальнику покинуть свой пост, его снимут или кто-нибудь устроит это подсиживание, и появится новый начальник, или его сместят, или еще что-то. Это настолько все зыбко. И тут же все эти привилегии заканчиваются. Но Кришна всегда с нами, и Он наш вечный друг, и Он нас никогда не покидает, независимо от того, в какой форме жизни мы бы не оказались. И поэтому о Нем говорится, что Он Бхакта Вацава, Бхакта Вацава, Шримад Бхагаватам, 3.24.29, Он Бхакта Вацава, где же написано? Вот здесь написано в комментарии. Шрила Привупада объясняет это положение. Кришна, преданное служение, настолько могущественный, трансцендентный метод, что оно превосходит все прочие методы трансцендентного самоосознания. Поэтому Господь говорит, что Он живет не на Вайкунтхе, и не сердце йога, а в доме, где чистые преданные Господа неустанно воспевают Его. Одно из имен верховной личности Бога Бхакта Вацава. Его никогда не называют Гьяни Вацавой или Йоги Вацавой, но его называют Бхакта Вацавой, потому что Он выделяет своих преданных среди других трансценденталистов. Бхакта Вацава означает тот, кто заботится о своих преданных. В Бхагавадгите подтверждается, что только преданный может познать Господа таким, какой Он есть. Бхакти Амама Абхиджанати «Постичь меня можно только в процессе преданного служения, и никак иначе. Никакой другой путь познания не является истинным, ибо Гьяни, философы и империки, способны постичь только сияние, исходящее от тела Верховной Личности Бога. Йоги – частичное проявление Верховной Личности Бога, а Бхакта не только постигает Господа таким, какой Он есть, но и получает возможность лично общаться с Верховной Личностью Бога». То есть, Веда, Весадева дал Веды, поделенные на четыре части. Там даются разные процессы. Для мистических йогов, в том числе, и для Гьяни, для умствующих философов, для Карми, для Кармаканди, для стремящихся на райские планеты. Там много всего. И в процентном соотношении то, что связано непосредственно с чистой преданностью, к этому относится достаточно небольшой процент. Небольшой процент, очень небольшой процент. И именно этот процент Шрива Привупада дал нам здесь в Ускон, приняв на себя эту аскезу, переводя по ночам, переводя, комментируя эти книги. Он уже был в достаточно почтенном возрасте. Очевидно, что он не мог, да и это не входило в его миссию. А если бы и входило, все равно это не было бы приоритетом. Ну, то есть он не мог и не должен, и не собирался давать что-то второстепенное, третьестепенное и так далее. То, что он дал, нектар преданности, нектар наставлений, Шримад Бхагаватам, Бхагаватгита, читание Чиритамрита, Шриша Панишат и так далее. Это вот из всей ведической литературы самое существенное, потому что это связано именно с Бхакти-йогой. И это позволяет идти по пути восстановления вот этих отношений с Кришной наших. Именно тех отношений, в которых он будет проявлять себя именно как Бхагаватсуа. Бхагаватсуа означает по факту, ему до нас реально есть дело. То есть он хочет, чтобы эти отношения восстановились. И он хочет, чтобы мы этого тоже захотели. Вот в чем дело. Вот в чем дело. Иногда, пишет Шрила Парупада в комментарии к сегодняшнему тексту, дальше, иногда преданный неофит по глупости рассчитывает в обмен на свое преданное служение приобрести какое-либо материальное влияние. какое-либо материальное влияние. Как на это реагирует Верховный Господь? Об этом говорится в читании Чаритамрити, Матхья Лива, 22 глава. Но мы начнем с текста, с этого текста, с 33 текста. Матхья Лива, 22-33. Вообще, с чего начинается то, что Дживатма, то есть живое существо, принимает прибежище именно в духовной энергии, именно у Кришны, именно в его лотосных стопах? Это начинается с простой молитвы, вот о которой здесь говорится в 33 тексте. Как это прибежище? Как можно обозначить? Как можно дать Кришне понять, что мы сделали этот выбор? Господь Шречитане Махапрабу говорит. Стоит человеку хоть раз серьезно и искренне произнести. Мой дорогой Господь Кришна, я долгие годы жил в материальном мире, забыв тебя. Однако сейчас я предаюсь тебе. Я твой искренний и верный слуга. Пожалуйста, займи меня служением тебе, и он будет немедленно освобожден. Атаков Майи. Ну, это, конечно, постепенный процесс освобождения Атаков Майи. Но, в любом случае, Господь обращает внимание. Обращает внимание вот на такую душу, которая принимает решения и вот так вот заявляет о себе в молитве Господу. Господь все равно знает все наши желания. Он находится в сердце каждого живого существа. Он знает все наши желания. Шрила Парупада приводит в Бхагавадгите в шестой главе простую аналогию, которая позволяет нам понять, как он знает эти желания. Там приводится аналогия, подобно тому, как вот есть, допустим, цветник, цветник, растут цветы, и они пахнут. Пахнут. Потому что есть цветы, которые не пахнут. Но вот это те цветы, которые именно пахнут. И вот они, эти цветы, они пахнут, и есть ветер, который доносит эти ароматы. И благодаря этому ветру мы можем почувствовать эти запахи, этих цветов. И точно так же Господь, находящийся в сердце каждого живого существа, тоже может почувствовать, чем пахнет сердце того или иного живого существа, и какие желания. При этом ветра не требуется. Туновение ветра не требуется. Господь способен почувствовать это все. И кто-нибудь может сказать, а зачем молиться, он и так все знает. А ответ заключается в том, что в сердце много всяких желаний, и они порой друг другу противоречат, и некоторые из них связаны с духовной жизнью, а некоторые, наоборот, отдаляют от нее. И когда человек вот так вот молится, он говорит таким образом Верховному Господу, что да, я много чего хочу. Но вот именно вот это, это мой приоритет. То есть есть какие-то желания, которые, они просто вот по инерции, в силу того, что я давно в материальном мире живу, они, эти желания, они сами хотятся, они сами вот как бы живут и проявляют себя, и иногда толкают на действия, поступки и слова какие-то. Но из всего того, что мне естественным образом по инерции хочется, я хочу хотеть, хочу хотеть вот из этого всего, вот именно вот это. и тогда Господь помогает. То есть если мы говорим ему, что я из всего этого в качестве приоритета хочу выделить вот это, вот конкретно вот эти желания, то тогда он может нам даже помочь сделать это приоритетом. хри диан такст хохи абадрани веду нотису хри цатам. То есть он, находясь в сердце живого существа, очищает это сердце от грязи, он позволяет нам делать эти дополнительные шаги навстречу ему. Вот мой обет, говорит Шричитане Махапрабху, вот мой обет. Если человек хотя бы однажды всерьез отдаст себя мне со словами «Мой дорогой Господь, с этого дня я твой и будет молить меня о бесстрашии, о бесстрашии, я без промедления избавлю его от всех страхов». С этой минуты он постоянно будет в безопасности. И даже если это некая отраженная эмоция, некое вот отраженное бхакти, отраженное вдохновение, мы просто где-то чего-то наслушались, послушали духовного учителя или Шриву Пропаду, или кого-нибудь из проповедников, и нам передалось это настроение, и мы вдохновились и решили это сделать, пусть оно даже отраженное, но, то есть заемное, на этапе регулируемого предного служения мы во многом, во многом наша вот эта эмоциональная сторона духовной жизни, она обеспечена именно вот этими, так сказать, заемными и отраженными эмоциями, не нашими пока что. Поэтому так важно слушать лекции Шрива Пропаду, духовных учителей, и читать книги. Пусть даже это не совсем наше, но вот когда оно есть, в тот момент, когда оно есть, вот это вот, этот импульс, очень хорошо ему дать ход, то есть на поводу у этого импульса действовать и сказать, да, мой дорогой, Господь, с этого дня я твой, займи меня служением тебе, пусть дальше потом нас как татастха-шакти, как дживатму, как пограничную энергию, может быть, потом в какой-то момент накроет материальной энергией, и мы начнем думать, а чего это я так вдруг такое решение принял, зачем такой фанатизм, чего это я вдруг сказал или сказала Господу, что я такая вся предавшаяся, надо быть практичными, есть другие цели и так далее, много чего есть чем заниматься в этой жизни, вот, это называется положение пограничной энергии, иногда нами овладевают одни состояния, иногда другие, и какие состояния, эмоциональные состояния, мысли, настроения у нас будут преобладать, это зависит от интенсивности и качества нашей, и непрерывности нашей духовной практики, вот от этой пропорции, да, Романуджи приобретал, математический термин, пропорция, да, это математический, ну и физический тоже, да, то есть от пропорции это будет зависеть от пропорции, да, это будет зависеть от пропорции, и, да, мой дорогой Господь с этого дня я твой и будет молить меня без страша, я без приведения избавлю его от всех страхов, Господь Капиладев в третьей песне Багавата написывает молитвы эмбриона, эмбриона Господу, то есть молитвы живого существа, ну, еще даже не младенца, а находящегося пока что еще в очереве матери, и о чем он молится, этот эмбрион, кстати говоря, вот, когда мы проходили эту третью песнь в Майяпуре проходили вместе с Бхакти Винашика Нарасимхой Махараджем, ученик Шривы Парупада, один из первых учеников, проповедует в Китае, это его зона ответственности, сфера ответственности, он объяснил нам, что вот эти молитвы эмбриона, они имеют место быть только в том случае, если этот эмбрион в прошлой жизни жил духовной жизнью, тогда у него будет эта склонность возносить молитвы, то есть, это не про каждое живое существо, не каждое живое существо молится в утробе, но так или иначе, те, которые молятся в утробе, они, о чем они молятся, там, он не молится о том, что вытащи меня отсюда, мне здесь тесно, нет, он наоборот понимает этот эмбрион, что когда он выйдет наружу и начнет обуславливаться всей этой жизнью, то риск забыть о Господе наоборот возрастает, поэтому, что интересно, его молитва, суть этой молитвы заключается в том, что дорогой Господь, ты находишься рядом, ты в моем сердце находишься, и ты бесстрашный Господь, потому что вся вот эта вот жуть материального мира и весь этот дискомфорт, который я тоже испытываю, находясь здесь в очриве, ты по отношению к этому всему абсолютно трансцендентен, и поскольку ты рядом находишься, то тоже даруй мне, пожалуйста, это бесстрашно. Я сейчас вспомнил просто вот этот пример в том смысле, что он очень созвучен с этим тридцатьчетвертым текстом 22 главы Мадхьялилы Шричитани Чаритамрит. Такое тоже бывает даже на уровне эмбриона, но не любого, не любого эмбриона. Это путь Бхакти, то есть даже незначительное, даже мельчайшее продвижение по этому пути впустую не пропадает, и живое существо может в следующей жизни продолжить этот духовный путь, вплоть даже до того, что на эмбриональной стадии может начать продолжать эту практику. Но опять же это не про всех. Также у нас осталось совсем немножко времени, я просто прочитаю еще отсюда. Здесь есть один достаточно интересный момент. Сейчас я вам его покажу. мы здесь в комментарии нашли такое утверждение в комментарии к сегодняшнему тексту о том, что преданный неофит по глупости может рассчитывать в обмен на свое преданное служение приобрести какое-либо материальное влияние. Как на это отвечает Верховный Господь, как он на это реагирует, это тоже интересно. Это та же самая 22-я глава Матхьялила читания Чиритамриты и здесь давая санатане Госвами наставление Господь Гауранга, Господь Шречитане Махапрабу объясняет, как реагирует на это Господь. Как реагирует Господь на то, что когда преданный совершает какую-то севу, какое-то служение и пытается это обменять на выполнение того или иного материального желания. Господь, я сделал это, сделал то, а мне пожалуйста автомобиль, да, как в этом капитал шоу Поле Чудес, автомобиль, мне пожалуйста автомобиль и как же он реагирует на это? Кришна рассуждает так, вот глупец, он занимается трансцендентным любовным служением мне, но в то же время жаждет материальных наслаждений. Это все равно, что отказаться от нектара и предпочесть ему яд, но у меня то есть разум, чего же ради я буду наделять этого глупца материальным процветанием. Лучше я сделаю так, что он отведает сладости прибежища у моих лотосных стоп и забудет об иллюзорных материальных наслаждениях. Текст сороковой очень интересный. Когда Кришну просят удовлетворить какое-либо желание, он конечно же соглашается, но никогда не дает ничего такого, что став на некоторое время источником удовольствия, повлечет за собой новые желания и новые просьбы к нему. Если у человека есть много посторонних желаний, но он служит Господу, Кришна силой дарует ему прибежище у своих лотосных стоп, и человек забывает обо всех прочих желаниях. В чем разница между Кришной и полубогами? Когда люди обращаются к полубогам за разными материальными просьбами, полубоги просто выполняют эти просьбы, не думая о том, даст ли это, как это повлияет на духовную жизнь просителя. Но Кришна трикология, он знает прошлое, настоящее и будущее каждого из нас. И поэтому он, если мы обращаемся к нему со выполнением того или иного желания, он не только способен выполнить любое желание, хотя это не главная его функция в нашей жизни, конечно же, но он также учитывает, что выполнение каких-то желаний поспособствует нашему духовному развитию, а какие-то желания, выполнение каких-то желаний может вести в сторону. И вот с учетом всего этого, с учетом всей этой картины, он иногда выполняет, иногда не выполняет. Упадражта ануманта ча бартабокта махешмараха, Бхагавадгита 13 глава, он находится в сердце каждого живого существа, и он упадражта и ануманта, то есть он наблюдает за тем, что делает живое существо, чего оно хочет, и ануманта дозволяет или не дозволяет. И преданность заключается в том, чтобы довериться Кришне. То есть если какое-то желание исполнилось, хорошо, если оно не исполнилось, наверное, может быть даже оно и к лучшему. Мы не знаем и видим, не способны увидеть полную картину своего будущего, своего прошлого и даже своего настоящего. Кришна очень заботливый, он выполняет в основном только то, что поможет нам в перспективе стать к нему ближе. Харе Кришна, если есть какие-нибудь вопросы, давайте это обсудим. Приятного аппетита, Сергей. Так. вот Ванда на Мадави мы давайте. Ванда на Мадави. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Ну и благодарность вам. Харе Кришна. Харе Рама. Большое вам спасибо. Харе Рама. Харе Боу. Ну хорошо, вопрос-то будет? Харе Боу. Будет. Знаете, у меня во-первых, благодарность за лекции. Вы очень вдохновили, мотивировали, вот сказали, что мы всегда привязаны. Не бывает такого, что человек к чему-то не привязан. И вот из лекции я как бы вынесла такой для себя урок, что, как вы тут сказали про пропорции, что нужно пропорции увеличивать в сторону духовности, в сторону духовной энергии. И каждый день это стараться делать. И, конечно, полностью довериться Кришне. Вот как полностью ему довериться? Потому что, конечно, материально есть просто это желание, конечно. Вначале, конечно, самое главное, это должно быть желание. И вот этот как бы первый шаг, вы сказали, что первый шаг это молитва. помолиться, потом довериться, потом как бы сказать Кришне, вот эта молитва замечательная, что с этого дня, Господи, я твой, займи меня служением тебе, даруй меня, бесстрашно. Вот такая искренная молитва должна исходить из сердца. Вот это пути. А какие еще есть пути, чтобы еще больше довериться Кришне, чтобы было полное ему предание? Вот скажите, пожалуйста, поделитесь своим личным опытом. Благодарю. Спасибо. Харе Кришна. Харе Кришна. Ну, в принципе, у нас есть Харе Кришна Махамантра, правильно? Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. И она включает в себя все. Вот. А что касается полностью довериться или полностью предаться, конечно же, это постепенный процесс. Это постепенный процесс. Он связан с духовным созреванием, с выработкой духовных качеств, с развитием. Вот. Поэтому, ну, то есть, тут нет какого-то волшебного способа, который позволил бы это сделать моментально и сразу. это практика, это практика, она больше про каждодневные, планомерные, осознанные действия. Вот. То есть, да, то есть, еще раз, вот Харе Кришна, Махамандра и другие элементы, которые вот входят в нашу каждодневную садхану, вот эта молитва тоже, тоже можно ее применять. Вот. А что касается полагаться и предаваться, если мы находимся в отношениях с преданными, если у нас есть какое-то совместное служение, ну, не какое-то, а нормальное, ну, то есть, достаточной степени интенсивности, занятости и так далее, то, ну, попредаваться придется, причем попредаваться даже не не столько в том плане, чтобы как-то вот физически себя расходовать на какие-то действия, там, я не знаю, варить сабджи, варить дау, еще что-то вот физически, а именно вот это внутреннее, потому что находить общие языки и сотрудничать с преданными, да, принимать их, узнавать их с каких-то новых сторон, там, договариваться и так далее, и так далее, это все требует определенных внутренних усилий, это требует качеств в идеале с обеих сторон, вот, ну, я имею в виду обе стороны, которые участвуют в тех или иных отношениях, вот, поэтому, в принципе, сама по себе жизнь с преданными, она, ну, как бы, вынуждает работать над собой, она вынуждает это делать, Харе Кришна, Харе Кришна, спасибо большое, за ответственность, то есть, это зависит от того, до какой степени они в нашей жизни реально присутствуют, если они присутствуют только в формате воскресной программы и не более, то, наверное, этого будет мало, для какого-то такого ощутимого, стабильного, видимого, видимого, планомерного продвижения, вот, да. Харе Кришна, спасибо, что мне очень понравилось слово пропорции, вот нужно, вы были в лечении сторон, пропорции, хорошие слова, наверное, да, да, наверное, потому что, наверное, наверное, вам нравится это слово, потому что вы готовить любите, да? И готовить тоже. Знаете, вот такая еще просьба, вот от преданных наших, вчера в сайте, я дала тоже объявление, что вот будет сегодня служение, и вот преданные откликнулись, я видео тоже послала вчера, которое снимала, и вот преданные, Макхава Сахи, Галокова Синь, они изъявили желание послушать ваши полностью, лекции полностью, вот если это возможно, Роману же приобретал, если возможно, вы сказали, что вы записывали, как-то полностью лекцию послать, потому что у многих есть желание. Ну, я поняла, что сегодняшняя лекция записывается очень хорошо, мы это можем просмотреть, а вот вот эти лекции, которые были, и которые будут сегодня, я все записываю, я все записываю, я все записываю на свой диктофон, все будет выдано, все будет, все будет. Да. Хорошо, спасибо большое. Огромное, вот такое, вот такое, пожалуйста, большое, вот такое. Есть ли еще вопросы? Какие-нибудь есть еще вопросы? Нет, я делаю. Харе Кришна, есть ли вопросы? Приятного аппетита, Сергей. Так. Можно? Да. Уточните, я вот слышал из лекции Браджандра Кумара про Бум, по поводу беспричинной милости, то есть, есть такая версия, что беспричинная милость означает, скорее всего, больше незаслуженная милость, то есть, нет явно своей причины на то, чтобы живому существу даровать грибу. Да. То есть, нехмузивое существо не является причиной милости вот в этом комплекте. Да, все верно. Все верно. Да, все верно. Тарун, Кришна, Прабу, да? Да, все верно. Это на основе одной утренней прогулки, которая была со Шрива Прабхадой, и там его ученики спрашивают, почему такое соосочетание беспричинная милость, когда мы знаем, что всего есть причина, есть вот этот причинно-следственный закон, и он объясняет, что его ответ достаточно афористичный. Он говорит, причина беспричинной милости в милости. Можете даже это куда-нибудь, это можно даже записать и вот как транспарант где-нибудь вешать. Причина беспричинной милости в милости. То есть это означает, что причины действительно нет на стороне получателя, но причина на стороне дающего, и причина она в том, что тот, кто дает, он обладает этим качеством, то, что он готов эту милость давать, то есть его причина на стороне дающего, она, эта милость беспричинная с той точки зрения, что этой причины нет на стороне получателя. Мы в Искон по беспричинной милости Шривы Парупады, потому что причина на стороне Шривы Парупады. Шрива Парупаду Бхакти Сиданта Сарасвати Токур попросил преповедовать сознание Кришны на английском языке по всему миру. Это причина того, что есть Искон, что есть общество преданных и все остальное. Причина исключительно на стороне Шривы Парупада, она не на нашей стороне. И чем больше мы это осознаем и чем чаще мы об этом вспоминаем, тем легче нам будет ценить то, что мы имеем, и тем легче мы будем воспринимать какие-то неурядицы или какие-то сложности в отношениях с преданными, какие-то ситуации, которые требуют терпения, смирения и так далее, если мы реально осознаем, что это ценно. Есть ли еще какие-нибудь вопросы? вопросы?